Китайцы в тайге. Часть вторая у нас сегодня. К сожалению, заключительная. Все предыдущие и последующие части находятся, как обычно, под видео в описании в плейлисте. Там найдете свои шедеверы. Шедевры-шедеверы. Ставьте ваши педали и только тогда слухаем. Вот так вот. Жизнь и приключения в тайге. Три недели в тайге. Продолжаем. Часть вторая. Мы расседлали коней, смазали рану больного коня медвежьим салом и задали им бобовых жмыхов, оказавшийся каким-то чудом у этого халичана. И мы прошли за ним в чистую половину его фанзы, которым почему-то называл Другой Изба. И этот его другой изба, она была отделена тонкой перегородкой от второй большой и грязной половины, из которой доносились и доносились голоса и крики этих китайцев. Усадив нас на кане... Кан — это такие нары, которые подогреваемы снизу дымоходом. В общем, батарея. И они прямо на нем сидят и даже спят. Кан называется у них. Канн. Будем знать. Канн. Хм. А умно придумали. Я ж говорю, есть чему поучиться. И халичан сварил нам жизненького, жизненького, но душистого чая, и угостил вам пушками. Растая все это на том же этом же кане, на котором мы и сидели, халичан вдруг исчез. Исчез за перегородкой. Сухожилов, не спеша, выпив три небольших чашечки, и проглотил одну пампушку. И, положив под бок винтовку, и все. Прижался себе носом к перегородке, где было несколько щелей. Предусмотрительно. Конечно. А вы как думали? Конечно. Я так посмотрел, и тоже выпил чаек, но заметил, что пампушки произвели на моего приятеля не особенно хорошее впечатление. И я сразу же вытащил из своих сумок сухари, и с аппетитом стал себе их хрустеть. Грызть. Однако поведение сухожилов меня так заинтересовало, что, насытившись, я тоже подошел к перегородке и решил посмотреть, чего это он там высматривает. Я последовал его примеру. А там, в просторной комнате, закоптелой и грязной, и освещенной несколькими сальниками, сидело на широченном кане человек восемнадцать. Восемнадцать человек полуголых и оборванных китайцев. А перед четырьмя средними лежал красный платок с какими-то нарисованными на нем знаками, на которые бросались кости с очками. Хм, интересно. А вместо денег китайцы расплачивались маленькими палочками с выжженными на них значками. Выш, о, деньги-то у Халичана, хе, а вместо денег он им свои чеки повыдавал. Он, палочки. Бачишь? Да, это порядок расчета у них такой. Притом и хозяину удобнее тоже процентики удерживать. Конечно. Пояснил мне Сухожилов. А эти китайцы? Китайцы играли с таким большим азартом. Они кричали, спорили, стучали кулаками по кану. И с кулаками же подскакивали один к другому. Чуть-чуть еще и морды набьют. Но больше всех шумели двое. Первый был совсем голый и костлявый. Потому что на его руках болтались деревянные браслеты, можно было заключить, что он искатель женьшеня в этих местах. А второй был в китайских ватных штанах, военного покроя. И его движения и манеры показывали, что он когда-то был военным. А теперь, наверное, хунхуз. Все туда, в ту же степь. Он был невысокого роста, коренастый, узколицый, с большим огромным шрамом, который проходил от левого глаза по всему лицу, прямо через нос. Отчего его и так приплюснутый нос, казалось, был аж вдавленный. И вот этот женьшенщик проигрывал ему. А хунхуз, по всему видать, выигрывал и торжествовал при этом. Женьшенщик поминутно бегал к халичану. И у него на остатки рассыпного золота и японские кредитки выменивал новые чеки. Те самые деревянные палочки. Ему отчаянно не везло. Все его ставки бились. А его мазовщики все время ему что-то показывали. Видимо, они подозревали в этом хунхузе мошенника. Именно поэтому-то и был, наверное, спор. Та, пусть их. Нехай там себе покричать. Може, и друг другу морды понабывают. Давай-ка мы это, давай-ка лучше чайку с тобой попьем. А? А дернул меня Сухожилов и тут же предупредил. А ты это, смотри, ружье далеко не убирай. Пожалуй, пригодится. А то эти люди самзайша. Они как в азарт войдут. Ни черта не помнить. И я как услышал это, все. И сразу же поближе пододвинул к себе ружье. И вслед за Сухожиловым принялся снова за чай. Однако не успели мы выпить и по одной даже чашке, как отчаянный шум снова нас привлек к этим самым дырочкам, к этим щелям. И мы прислушивались к этому горячему спору за стенкой. Проиграл, так давай деньги, требовал хунхуз от женьшенщика. Моя все деньги тебе отдавал. Последний раз метал. Сам знаешь, долг, отговаривался тот. Клади деньги на кан. В игре нет долгов. Требовали вслед за хунхузом и сторонники, и мазовщики. — А ну, деньги давай! Деньги! И спор разгорался. Все китайцы аж повскакивали с Кана и разделились на две партии. Одни были на стороне выигравшего хунхуза, а другие на стороне женьшенщика. И даже дело дошло до того, что поднялись кулаки и засверкали ножи. Пожалуй, дальше можно было ожидать чего-нибудь худшего. Но кто-то из них вдруг догадался и кричит. — Играй, хуладзы! — Хуладзы! Хуладзы играй! Подхватили все остальные. И все, как по команде, притихли и разместились по своим прежних местах. — О-о-о! А дело-то серьезное, бачу я! — прошептал Сухожилов. — Ты смотри! Это игра на продажу самого себя. Хуладзы — это значит раб. Понял? Вот так вот. Хуладзы. Так что если женьшенщик проиграет, он поступит в полное распоряжение этого хунхуза. И тот имеет полное право. Полное право даже продать его. В случае чего. Это тебе не шуточки. Так что это тебе не это. Но не успел Сухожилов закончить этой фразой, как женьшенщик взметнул кости. И китайцы с загоревшимися глазами уставились на платок. Мы тоже с волнением наблюдали за всей этой картиной. Женьшенщик сначала повертел кости над головой, а потом, как всоскочит с кана, отошел в угол, пошептал что-то там, поговорил, как будто над ними, над костями. И быстро подскочив к платку, с размаху как кинет их на платок. И от волнения даже закрыл глаза. И все китайцы наклонились над этими очками. Одиннадцать, одиннадцать, с облегчением произнесли сторонники женьшенщика и впились глазами в хунхуза. А хунхуз так улыбнулся, спокойно собрал кости и, не дав опомниться всем присутствующим, в свою очередь бросил кости тоже на платок. У него оказалось на каждой кости по шесть очков. Восемнадцать! Громко выкрикнул он, вскакивая с кана. Восемнадцать! Ха! Твоя, Хуладзи! Твоя! Нет, моя Хуладзи не будет! Нет, вдруг диким голосом как завопит тот женьшенщик и, выхватив у одного из присутствующих нож резким взмахом, так и отхватил от своего живота кусок кожи прям с мясом и бросил его на этот платок. Это уже была игра на мясо. И ни один китаец не имеет права отказаться от этой ставки. Ни один! И в этой фанзе все как-то сжалось и притихло. Игреки посторонились от женьшенщика и со страхом и с восхищением смотрели на него. Я теснее прижался к этой щели, прям впился, прям сросся с ней и крепче сжал свое ружье. «Да тише ты! Тут дело жареным пахнет уже!» Шепотом остановил меня сухожилов. «Потише ты! Не шурши!» Хунхус молча подошел к платку, подобрал кости и незаметным движением руки откинул мясо женьшенщика, откинул его в сторону и так же спокойно, как и в прежний раз, кинул кости. И все притаили дыхание. У хунхуза снова оказалось шесть очков. Шесть очков на каждой костяшке. Женьшенщик, шатаясь, собрал кости, поднял их над головой, крутнул в воздухе два раза и, крепко сжимая в кулаках кости, уперся ими в платок. А потом, потом он разом разжал кулаки и отвернулся. «Восемнадцать!» крикнул кто-то из китайцев. «Восемнадцать!» разом повернул женьшенщик свое костлявое лицо. «Восемнадцать!» Хунхуз, не обращая на него внимания, снова подобрал кости и, как бы так невзначай, бросил их на платок. И у него оказалось всего пять очков. Всего-то! И женьшенщик радостно подскочил к Кану. В свою очередь, собрал в руки кости, потряс их над платком и уже немного спокойнее выбросил их. У него набралось целых десять очков. «Нет, хуладзи!» «Нету, хуладзи!» радостно закричал он, подпрыгиваясь перед Хунхузом. «Ха! Моя все равно тебе, хуладзи, не отпускай! Твоя надолго, хуладзи!» «Моя играй! На мясо! На мясо играй!» Остановил его Хунхуз. «Не надо мясо! Давай ему обратно, хуладзи! Обратно давай, хуладзи!» Потребовали за ним все китайцы. «Нет! Моя мясо играй!» Твердо стоял на своем Хунхуз. «Давай ему хуладзи!» «Зачем себя портить?» «Зачем хворать будешь?» «Мясо от брюха резать надо!» Пробовали урезонить его приятели. «Нет!» «Моя мясо играй!» По-прежнему прямо твердил этот Хунхуз, отходя от всех в угол. Но ему не дали сделать и даже шагу. Китайцы как набросятся на него, сшибли прям его с ног. И кто-то сунул женьшенщику тот самый нож, которым он только что резал себе живот. И все в один голос потребовали «Бери от него свой мясо! Бери!» И все. Я аж вцепился в свое ружье и опять за него схватился. «Не трогай!» «Не трогай!» «Говорю!» «Это их обычай!» «У них в тайге, понимаешь, свои законы!» «Так что не вмешивайся!» «А то и от тебя кусок отсекут!» Остановил меня сухожилов. «Но все равно я не успел бы помочь этому хунхузу!» «Просто не успел бы!» Женьшенщик в одно мгновение как взмахнет ножом и отхватил от его живота точно такой же кусок, какой ставил и сам. отрезал и даже потряс им в воздухе. «Но!» «Теперь хуладзы даешь?» «Даешь хуладзы?» «Даешь хуладзы?» «Как закричит он!» «Даешь хуладзы?» «Даешь хуладзы?» с азартом повторили уже остальные китайцы. «Нет!» Так же твердо выкрикнул хунхуз и вскочил на ноги и таща за собой к двери этого женьшенщика и говорит «Теперь моя смерть играть будет!» «Моя с тобой смерть! Играй будет!» «О-о-о! Смерть играй! Это справедливо!» объявил Халичан. «До сего времени не вмешивайся в этот спор!» И вытащил из-под кана длинную-длинную веревку и увлек за собой всех во двор. «Слухай! Слухай меня, чуди! Давай-ка, Алексеич, по-добру, по-здорову за хребет выбиратыся! А то не ровен час и мы ввяжемся в эту всю катавасию!» «Дело тут опасно, смотрю я!» «Все равно, что с огнем!» посоветовал мне Сухожилов. «А что?» удивился я. «Ведь я же не знал, что будет дальше!» «А вот, видишь ли, хунхуз этот, после проигрыша был обязан объявить женшинщику, что тот от хуладзы освобождается. Так что, видишь ли, он этого не сделал, жиж! Не сделал! Сам решил отдать свое мясо! Ага! А теперь он пошел и на последнее дело! Он! В смерть играют! Смерть! А это у них кончается не одной смертью, а несколькими! Так что, тут такой пир сейчас будет! Такая заварушка, что хай бог мылые! Так что, давай делай многие! Забирай-ка ну отсюда вещи, да и по коням! Что устаюся? А ну давай! Бегом! И не мешкай туда! И сухожилов, забрав свою винтовку и приметные суммы, двинулся к выходу. На дворе мы осторожно прокрались к сараю. Оседлали своих лошадей и вывели их во двор. Но все же, что ни говори, любопытство, оно любопытство. Оно так и играло у меня внутри. И мы решили проследить дальше за этой игрой. И я первый высказал сухожилову эту мысль. «А я и не думал, что ты такой любопытный до этих смертоубийств. Оно тебе надо? сухожилову это?» «Эх, ну да ладно!» «Только поосторожнее. Понял? — Садись на коня и с него смотри. Не слезай. И вот еще что. Выберемся туда, к дороге. Там место хорошее. Чуть чего можно и удрать. Успеем вовремя. Да и нам видно все будет. Так что давай!» посоветовал он, направляясь к кустам рябины. И вот из-за кустов мы увидели большую гладкую поляну, посреди которой одиноко стояло сучковатое дерево. Крупная и полная луна светила не хуже, чем тусклое осеннее солнце. Все было видно. Оба китайца женьшенщик и хунхуз, поджав свои раны, стояли под этим деревом. А на верхушке сухостоя возился один из приятелей хунхуза. И там заправлял эту длинную веревку, принесенную халичаном. Концы этой веревки держал халичан и завязывал на них петли. И все китайцы правильным полукругом обступили игроков. И молча, с блестящими глазами, наблюдали за всеми этими приготовлениями. Ну вот веревка была уже готова. И оба игрока просунули головы в эти петли. И под счет толпы разом подпрыгнули вверх. А потом потянули, потянули друг друга, кто кого. Суть этой страшной смертельной игры заключалась в том, что каждый из китайцев должен быть тянуть веревку до тех пор, пока его противник не будет задушен. До самой смерти. И вот когда игроки подпрыгнули и их веревка натянулась, китайцы вытянули вперед головы и сузили круг. А под деревом ворочались противники. Подпрыгивали и что-то кричали, стараясь задушить один другого. Но так как по весу они оказались приблизительно равными, то игра затянулась. Они оба аж посинели уже. Жилы на лбу напряглись, и у обоих изо рта выступила пена. Но ни тот, ни другой не имел сил затянуть веревку на шее противника. И наконец зрители не выдержали и подскочили к игрокам. С азартом потребовали от того и другого, чтобы они сильнее, сильнее натягивали веревку. Они прямо раздразнивали их. Некоторые из них с омерзительными движениями и прыжками показывали даже как надо натягивать, чтобы удобнее задушить противника. И это меня так возмутило, что я уже даже не рассуждая, как сожму бока своему коню, и я выхватил из-за пояса громадный кавказский кинжал, который служил мне в последнее время вместо охотничьего ножа, мой любимый, здоровый нож, и пустил коня на всем скаку. И я обрезал, обрезал эту веревку. И игроки все, игроки сразу же оборвались и покатились на землю. Все китайцы сначала опешили и, опустив руки, молча наблюдали за тем, как я повернул коня к сухожилову. Но потом спохватились и зашумели, когда я уже гнал коня обратно. И с чем попало, как бросятся на меня. И да, не будь сухожилова, о, мне бы тогда не сдобровать. Он вовремя скинул с плеча винтовку и тут же разрядил ее в сухое дерево, как пальнет. И китайцы, услышав частые выстрелы и свист пуль, сразу же все прилегли к земле. Все. А сухожилов он быстро подскочил ко мне и крикнул. Гони, а ну гони прямо, прямой дорогой. Бегом кажу. И сам еще раз зарядил винтовку. Для острастки выстрел раза два по направлению фанзы и только потом пустился за мной. и И вот на хребете он догнал меня, сдержал свою лошадь и только покачивал головой. Качал головой только туда-сюда. Он был очень недоволен. Эх, ну и угораздило же тебя Он какой ты прыткий, а? А шо, если не будь у меня винтовки, а? Тебе б тогда не выйти живым Да Вот при том теперь и дособолевались мы Да, все, дособолевались мы с тобой Хватит Так шо, вот шо Ворочайся, если ты домой Ворочайся А там за Амурп уже поедем А здесь, Алексеич, они нам этого не простят Ой, не простят Они же тепер разыскивать, тепер нас везде будут Эх ты Право, эх, право какой ты А он шо нарубыв? Я кит на глине Вот так вот, ребята Такие интересные традиции Порой даже шокирующие Правда? У меня вопрос такой Почему они вообще там находятся, эти китайцы? Неужели этот Алексеич, они пришли в Китай Не можешь такого быть? Чего они делают здесь? Бизнес у них, что ли? Бизнес Или чего? И меня удивляет, что они потом не дадут им жизни там Вот чего То есть, они не могут охотиться на своих же угодьях Как это? Я правильно понимаю? Теперь они их там выпалят Они их выживут Если вообще не поубивают Так что вот так вот Получается, лучше бы они вообще не заходили В эту избушку Правильно? Ну, а что бы сделали вы? Вот представьте Терпели бы Получается, что Лучший выход из этого положения Был бы вообще ничего не делать Я так это понимаю Ну, а наутро что бы увидели? Трупы Трупаки валяются Тот сдох Тот задушили Того порезали Тому вообще пузо отрезали Что это такое? И что, потом попрощались бы все? Ханладзин, давай, пока Пока-паке До встречи И как бы на расстоянии держать его уже Все На поводке, на длинном Наверное, это было Но, видите, душа русская Не вытерпела И сразу же Сразу же На отмашь И это вот И за этим все пошло Но, наверное, этот дед все-таки Но он знал, что они какие-то там Притерканные Наверное, я так думаю Он точно знал это Но он не знал, насколько До чего это все дойдет Надо было Вот единственное Алексеича этого Предупредить Сдержать это все Они действительно могли Как только он подъезжал к ним Они могли уже Что-то ему сделать С этим С таким кинжалом Едет на коне, да А вдруг он хочет Бошку отсечь кому-то Или что-то Они могли еще тогда Что-то ему сделать Это же какие-то йозы Вот это вот Конфликт интересов Разные Культуры Абсолютно Ну вот вы Напишите мне в комментах Что они там делали Вот действительно Помните у нас рассказ был Про япошек Как они тоже Японцы пришли туда На Камчатку И что-то они там Золото вымывали Добывали Разными путями И себе вывозили Все Любыми путями Вот это как хунхузы Бандитским способом И теперь все Но это золото Лежит где-то там Уже все Золотовалютные резервы Японии Так же как Возьмите Америка Она вообще Первое место в мире По золоту Сколько там у них Девять тысяч Или сколько Тонн И это золото Откуда пришло С Сибири Больше всего С Австралии И они же еще Говорят Чтобы все это золото Хранилось у них В Форт Ноксе То есть Вот так вот Да Чтобы хранили Не у себя А у них У нас сам безопасно И кто-то хотел забрать По-моему Британия Да Они повыдавали А в Китае Они не хотели Выдавать А потом все-таки Выдали И там оказалось Вольфрам Нормалек Да Даже на таком уровне Межгосударственном Такие Разводы Делаются Что уже Говорит про нас Про простых Людев Да Так что Вот тут Вот такие вот дела Интересный рассказ Он меня как-то Зацепил очень Знаете Вот на такие Размышления Вроде он коротенький Да Получился у нас Но он очень Такой жесткий Жестокий Но как бы Очень шокирующий Для нашего Зрителя Слушателя Правда Как так Взять Отрезать себе Кусок живота То есть Вообще Да Нормально И дальше Играть Это как минимум При этом Надо выпить Там Горилочки Водочки Ну наверное Конечно Они вдули Там И немало Боль ощущается Только потом На следующий день Когда все выйдет Такой был у нас На сегодня Рассказик Следующий Будет завтра И вы знаете Что все эти части Находятся в плейлисте Под видео Не забывайте И там Вы найдете Кстати Вот этот про Японию Не помню как называется Но золото Золото как-то там Что-то Называл я Найдете Вы лучше меня же Говорят Даже знаете Как оно там Называется Тоже интересный Рассказ Не Никонорыч Нет Как-то другое Тоже помню Там выжигали Их Вот меня прям В том рассказе Удивило Что прям Эти сланики Они Они падают Падают А потом Как-то высыхают И короче Если их подпалить Они выжигают Все Нельзя даже потушить Ну не помню Честно название Не могу сказать Там на барже Как-то они ездили Вот так вот А Это Растеневодство Там было Ученые Было Золотодобыча Они выращивали Сорт картошки Которая может Прижиться Там на северных землях А вот название Видите Не помню Зотов Помню Что Зотов был Да Вспомнил В общем Вот такое Найдете В этом плейлисте Под видео Там все есть И посылки И помощь Деду Колянычу Все что кто хочет Все найдет Правда Вот так вот Так что я вам напоминаю А новые Не забывайте подписаться Чтобы не пропустить Следующие Новые рассказы Надо обязательно Чтобы вы Подписались Кто еще не подписался И справа Там есть колокольцы Колокольчик Обязательно нажать надо Когда нажмете колокольчик Надо поставить Все уведомления Чтобы приходили И только тогда Вам будут приходить Уведомления Когда я что-то новое Загружу И тогда вы уже Точно ничего не пропустите А на сегодня Ребята у нас Все У нас где там Полномочия Наши заканчиваются Все Будем опять Вас усеком шкрабать Кстати Вы мне прислали Несколько комментариев Какие интересные рассказы Я вот их сейчас обрабатываю Мой редактор Над этим работает Так что вот так Вот Иногда вы тоже Советуете Что-то толковое Можете писать А на сегодня У нас все Услышимся В 12 Ого По Киеву Завтра Все Заряжайте Ваши будильники А на сегодня Все По Киеву Вот так вот Заряжайте